Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда цыган и баран входят в дом Тургута, они не могут его найти. Бэрон звонит охраннику и злится, спрашивая, где этот мужчина. Он хватает охранника за воротник и спрашивает, оставили ли его вы или Джихан. Дилан со страхом смотрит назад. Бэрон говорит, что он не мог сбежать сам, его кто-то забрал отсюда. Цеврия задается вопросом, как она может отказаться от Ягмура. Господин Кудрет и госпожа Азади приходят в сад к баранам и задаются вопросом, как Тургуту удалось сбежать, и разговаривают. Когда Хасан спокойно говорит, что его где-то найдут, господин Кудрет отзовет Хасана в сторону и хватает его за воротник. Когда он говорит, если ты сделал эту работу, этого достаточно, если птица летит, ты думаешь, что я виноват, он отталкивает твои руки и уходит. Господин Кудрет говорит, что с этого момента Хасан находится под его наблюдением. Вся охрана приходит к баранам. После того, как баран отошлет Джихана и госпожу Азади, тот, кто сделал это с островами, скажи им по-мужски, скажи им, где этот человек. В то время, как она злится, говоря, скажи мне, кто меня похитил, не испытывая мое терпение, Дилан не выдерживает этого и кричит сзади, говоря, я сделал это. Когда Бэрон спрашивает, почему, он отвечает, я сделал это, не преследуя их. Бэрон говорит охранникам, подождите меня здесь, хватает Дилана за руку и уводит его. Хоть он и спрашивал меня, как я мог такое сделать, я это сделал, вот ответы. Пока Дилан освобождает Тургута, она предупреждает его, чтобы он пошел быстрее и рассказал все полиции. Дилан отвечает Бэрону, я должен был это сделать, я сделал это. Бэрон спрашивает, почему нужно это делать. Гюль встречается со своим старым другом Салихом. Он следует за Ферратом Гюлем. Когда Бэрон спрашивает, кто просил тебя это сделать. Дилан объясняет, что никто об этом не просил, я сделал это для Джихана, я сказал вам, что пистолет нельзя давать тому, у кого так бешеная кровь. Он спрашивает, вы не имеете права бросить этого человека, как вы можете со мной так поступить. Бэрон говорит, что я собирался узнать имя своего врага от этого человека, но теперь не могу его узнать из-за тебя. Дилан говорит, но ты победил Джихана, он чуть не стал убийцей. Феррат, который издалека был свидетелем задушевного разговора Гюля и Салиха, злится. Бэрон хватает Дилан за руку и ведет ее в комнату, говоря, чтобы она больше ни о ком не думала. Дилан говорит, что ты не понимаешь, но Бэрон злится и говорит, что я понимаю, что ты не можешь покинуть эту комнату, как хочешь. Пока Гюль уходит от Салиха, Салих просит обещания встретиться снова, но Гюль уходит, не отвечая. Бэрон крайне зол, он приходит к стражникам и ругает их, говоря, что кто бы это ни был, ни одна птица не залетит в этот особняк без моего ведома, иначе я убью вас и велю им вернуться к работе. Пока господин Кудрет находится в беседке, приходит брат Ахмед и садится рядом с ним. Они болтают вместе и рассказывают о своем страхе причинить вред своим детям. Хавену звонит Сабиха Ханым и сообщает ей, что Дилан освободил этого человека и Баран в ярости. Баран подходит к Джихану, который стоит в саду с пистолетом на поясе, внезапно вытаскивает пистолет из пояса и спрашивает, «Я дал тебе этот пистолет, чтобы ты носил его на поясе. Как мы их теперь найдем? Чего они от нас хотят?» Спрашивает он своего брата Барана. Баран говорит, успокойся, сосредоточься на своей школе, я всех поставлю на место, не волнуйся, и обнимает его. Дилан злится, потому что ты прекрасно знаешь, что я прав, поэтому не можешь запереть меня в комнате. Когда Баран злится, что ты не можешь вот так скрыть свою ошибку, Дилан говорит, что это не ошибка, это решение, которое я принял в тот момент. Когда Дилан говорит, что ты упрямый, Дилан говорит, что ты ничем не отличаешься от меня, а Баран хватает его за руку, ведет вперед и выходит из комнаты, говоря, что ты не покинешь эту комнату. Несмотря на то, что Мельтем пытается сыграть с Ягмуром, Ягмур не передает мяч Мельтему. Когда Цеврии говорит, разве ты не видишь, она не хочет с тобой играть, Мельтем просит разрешения и покидает Цеврии. Пока Дилан плачет в своей комнате, звонит ее телефон, и это Сабиха. Когда он зовет ее немедленно прийти в сад, Дилан говорит, нет. Во-первых, если ты хочешь защитить Сабиху Баран, ты придешь. Когда я говорю, хорошо, но впредь ты сюда не придешь, Дилан злится и идет к нему. Цеврии говорит, что Мельтем не подходит Ягмуру и старается не давать ему его. Когда Цеврии понимает, что люди в доме положительно относятся к передаче Ягмура Мельтем, она думает, что этого не произойдет, люди в доме не осознают опасности. Госпожа Кадер спрашивает Гуля, как ты провел время с Салихом? Феррат, который слышит их разговор, пытается подслушать. В этот момент госпожа Азади видит Феррата и говорит, что ты делаешь. Гуль говорит, что она поступила так, потому что хотела, чтобы Кадер создал семью, но не хотела выходить замуж за того, кого не любит. Дилан приходит к Сабихе и, сказав, что он сделал это не для себя, Сабиха спрашивает, где сейчас этот мужчина. В ответ на это Дилан говорит, я не знаю, где он, оставьте нас в покое, и Сабиха уходит. В этот момент Берон потрясен, когда он появляется позади него. Когда Берон спрашивает, что ты делаешь, он объясняет, что вышел подышать воздухом. Берон хватает ее за руки, притягивает к себе и говорит, что если хочешь еще раз подышать свежим воздухом, открой окно. Дилан соглашается и идет в комнату. Берон увидел, как он разговаривает с Сабихой за спиной и спрашивает, что ты делаешь. Цеврей вместе с Ягмуром готовит себе чемодан. Берон говорит Керему, что отношения между Диланом и Сабихой подобны врагам и что Дилан что-то делает с угрозами Сабихи. Керем злится и говорит, почему бы ему не прийти и не сказать себе, почему бы это не решить. Берон говорит, что ты прав, но ничего не говорит, это продолжается слишком долго, я сейчас решу эту проблему. Цеврей тайно убегает из дома, забрав Ягмур и ее чемодан. Когда Тургу хочет вернуться домой, он видит у двери охрану и убегает, не оглядываясь. Джевдит не может связаться с Цеврией и спрашивает их мать. Затем, когда они понимают, что Ягмур и Цеврией без одежды, они понимают, что он их похитил. Дилан звонит кому-то из больницы Сабихи. Когда Берон входит в комнату, пока Дилан разговаривает по телефону, Дилан в панике встает. И Берон подходит к Дилану и приближается, задаваясь вопросом, что это за паника. Дилан отвечает, ничего. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok